Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. И сегодня, как я и обещал, в начале этой недели будет интересная история про A7R3. A7R3. Эта история будет чистейшая некромантия. В данном случае у нас аппарат упал под воду, там пролежал несколько дней. После того, как его обнаружили, его положили в рис. Интересно, эта камера не тем, чтобы ее попытаться восстановить, а посмотреть, до какой степени разрушается фотоаппарат, переживший высыхание в рисе. Потому как рис реально спасает. С того, что я вам покажу внешнее состояние фотоаппарата. Вот это лицевая сторона. Вы видите, как выглядит вообще все. Матрица, фильтр. Вы видите, как заклинило штору. Но смотрите. Вот, к примеру, контакты. Рабочая группа у нас не окислена. Обычно медь начинает, латунь или медь, или посолочные контакты, вот в этой части, начинают периодически выбрасывать медь, оксиды меди. И как результат, у нас здесь появляются зеленые, синие и разные окисления. Здесь этого нет. Здесь реально золотые контакты. Обычно белым налетом после высыхания покрывается байонет. И здесь этого тоже нет. Здесь не появились кристаллы металла. И здесь у нас винты не заржавели. А обычно они ржавеют после попадания воды. Когда мы открываем крышку, то вот в этом месте обычно тоже рыжики. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все в рыжиках. Но здесь этого нет. Теперь вы смотрите сторону управления. Здесь вы видите огромное количество пыли. Это пыль от риса. Она просто налипла на то место, где высохла вода. Я не знаю, до какой степени промокла внутрянка фотоаппарата. И вскрытие это покажет. Sony Alpha 7 R3 является одним из лучших фотоаппаратов этой линейки. И Sony A7S III тоже. Остальные все я бы просто списал бы, потому как лучше вот этих сборок ничего не придумали. Все остальные будут уступать им. И этот аппарат интересен тем, что интересно, как повела себя вот эта сборка в условиях, которые она пережила. Что в нем повреждено и что нет. И насколько эффективен рис. Давайте сейчас это вскроем и посмотрим. Фактически от этого фотоаппарата не ждут какого-то чуда. Если возможность будет восстановить чего-то, то восстановим. Если есть возможность снять с него хорошие детали, то снимем. Тут нужно понять, а что в нем осталось хорошего, кроме корпуса. Корпус, конечно же, стоит тоже больших денег. Однако, хотелось бы спасти фотоаппарат. Вскрываем. Как обычно выглядит медь, которая разрушилась. Вот вы видите контакт, HDMI место. Вот тут начался процесс электролиза. Ну, распад материала. Здесь он тоже присутствует. Вот. И здесь, похоже, тоже. Хорошо, давайте вскроем. Судя по этой части, у нас здесь соли предостаточно. И, соответственно, внутри фотоаппарата магниевый корпус, скорее всего, пошел в разнос. Здесь он просто высыпается. В скобках гинастии Цзин обнаружили фотоаппарат Sony A7R III. Вот в каком он состоянии. Вы можете видеть, что на шлейфе не появилось медных окислов. Однако, часть золота слезла. Технически рис реально спасает от электрических процессов, электрохимических процессов. Плата выглядит просто чудовищно. Если посмотреть поближе, тут, конечно, живого места нет. Здесь прямо огромное повреждение. Ну что же, давайте закинем ее сейчас в керосин и промоем. Субтитры создавал DimaTorzok На заднем плане у нас работает система фильтрации. Панище стоит жесткая. Отмачиваю спирто-бензиновой смесью уже. И вот это у нас затвор с механизмом взвода затвора. А вот это у нас место, куда он вставлялся. С трудом отделился от магниевого корпуса. Мы видим, что магниевый корпус начинает превращаться в крошечку. Вот такая история. Ждет любой магниевый корпус, когда он контактирует. Ну, короче, когда идет электрохимическая реакция. Каждая операция мне необходимо убирать поверхность стола, потому что она покрывается солями в таком количестве, что я боюсь работать. Сейчас раскатываю затвор и в общем-то нужно его будет тоже почистить. Ну что ж, друзья, промежуточный этап всего этого. Все это в бакханалии. Видите, здесь у нас вот такие вот белые разводы. Ну, смотрите, что я вам покажу. Тынт, и он закрылся. Тынт, и он открылся. Отлично. Теперь смотрите сюда. Сводится. Скидывается. Взводится. Скидывается. Не залипает теперь. Отлично. Теперь смотрим сюда. Механика. С этой стороны была огромная куча соли. Теперь нет. Теперь можно сделать следующее. Сейчас совместим вот эти части. Я вам кое-что покажу. Ну, я был бы не я, если бы не показал вам чудо. Давайте посмотрим. Смотрите, как бодренько бегает. При этом ток 120 мА на 5 В. Отлично. Ну, что тут добавить? Да, он работает. Но это не шаг в пользу того, что он будет работать. Это, скорее всего, попытка показать вам, что можно что-то реанимировать. Вот, пытвенные язвы, которые обратились на магниевом корпусе, очень обширны. Сейчас вы видите все это замоченным. Здесь, как ни странно, я использовал ВД-шку. Это просто нужно для того, чтобы процесс коррозии хотя бы чуть-чуть приостановить. Потому что мы его просто открыли, и он у нас на открытом воздухе. А воздух в таком случае главный враг. Здесь мы видим огромное количество соли. Эту деталь я еще не промывал. Ну и, конечно, у нас остается вопрос с матрицей. Мы видим, в каком ужасном состоянии здесь все находится. Как ни странно, у нас там на плате я рыжиков и окислений не вижу. Ну а здесь фильтр-то, конечно, веселенький. Вот так выглядит очищенная матрица. И мы видим, что она не вся очищена. Это все потому, что вот эта просветляющая поверхность фильтра немного повреждена. Ну как немного. Может быть и много даже. Самое примечательное то, что под гидроизоляцию матрицы не попало ничего. Внешняя часть подалась очистке. И мы видим, что контакты уже заблестели. И внешняя часть вроде как выглядит. Ничего так выглядит. Теперь взглянем на центральную плату управления. Здесь что же можно сказать? Да, внешне вроде как отмылось хорошо. Но это только внешне. Потому что по факту, если мы приблизим, мы увидим очень огромное повреждение, связанное с коррозией. Коррозия уничтожила довольно большие. Обширные участки. И эта плата может рассматриваться только исключительно как источник компонентов. Но тех, которые еще пока живы. Ну вот, например, некоторые чипы в отличном состоянии. Конденсаторы, DC-контроллеры. Можно их отсюда брать. И в принципе такая плата может быть интересна в качестве ремонта. Ремонта подобной платы. И не только. Потому что семерки очень часто повторяют те или иные компоненты. Но в данном случае мы видим, что некоторые участки реально живые. И почему бы их не использовать? Вот. Коннекторы почти все пострадали. Вот. Но, опять же, есть такие, которые как будто бы вода вообще не тронула. Вот. Есть такие, которые вот как здесь, вы видите. Это вот почернение, которое уже все привели в негодность. Коннектор. Такой коннектор, конечно, под замену. Есть участки вот с такими болячками. Прямо язвы внутри платы. Есть места, где ощущение, как будто дыра сквозная образовалась. Образовалась потому, что под компонентом были следы жидкости. И это привело к своим последствиям. Вот такие вот дела, друзья. Находится аккумулятор. Аккумулятор, который управляет биосом. И вот он в каком состоянии находится. Я удивляюсь тому, что здесь еще пока нет зелени. Не выросла. Вот. Но вот эта часть точно сильно пострадала. Верхняя крышка. Вот она внутри. Мы видим, что где динамики микрофоны у нас находятся. У нас имеются вот такие окисления. Даже окисление находится вот в той части. Здесь можно заметить, что благозащита в этом участке очень хорошо выполнена. И верхняя часть, в общем-то, жива. Что касается внутренней части конкретных элементов. Это вот элементы управления спуском. Вот она, кнопка. Она тоже золотая и не покрылась какими-то сильными коррозиями. Это кнопка экспозиции. Переключатель экспозиции. Он выполнен на других типах материалов. И они коррозии, как правило, не сильно подвержены. Вот так. Что вот такие дела. Здесь у нас монитор. Монитор внутри выглядит следующим образом. Там образовалась вот такая штука, паутинка. Это у нас распад. Либо трещина в стекле вот эта образовалась. Либо сама поверхность, как при высыхании, образовала вот такую вот витиеватую структуру. Монитор такой, скорее всего, дохлый. Однако не исключено, что сама матрица монитора может быть живой. Как она на самом деле, я пока сказать не могу. Но по вот этому состоянию можно сказать, что он даже запустится. И датчик. Датчик тоже запустится. Нужно только почистить от этой фокуси. Фокусная часть с обратной стороны. Ну, это электроника точно на помойку. Здесь уже нечего ловить. Однако, есть что снять отсюда. Здесь пластиковая часть. Она сама по себе является очень-очень недешевой. Вместе с кнопками. Но предварительно, чтобы она стала хоть какой-то, но интересной по цене, ее необходимо подготавливать. То есть, ее нужно как следует отмыть. Сделать продажный вид. Все металлические части, конечно, безусловно, здесь пострадавшие. И они должны быть убраны. Что касается вот самих магниевых частей, вот этих вот, которые вот тут находятся. Они будут иметь следы коррозии. Соответственно, деталь, как новая, не может быть продана. Забыл сказать, что здесь отдельные фурнитурки можно снять, и они могут быть проданы. Также, может быть, она в комплексе продана, но намного дешевле. Что касается магниевого корпуса, то он, в принципе, может быть установлен и на другой фотоаппарат. И в целом, его только отмыть. По этой части могу сказать так, что батарейный блок, в принципе, живой. Здесь окисление не попало. А сами контакты внутри. Так, у нас вот эта вот дверька немножко ключит. Контакты внутри на дне золотистые. Почернение я не вижу. В принципе, очень удачно все. Что касается элементов, расположенных на шлейфе, таким элементам, конечно, давать гарантию сложно. Шасси само нахрен выкидывается. Здесь такое использовать нельзя. Скорее всего, врет по посадочным местам. То есть, это выкидывается. Корпусная часть еще может использоваться. Часто продажи требуют вот такие штуки. Даже вот эти две штуки можно продать за 500 рублей спокойно. Только их отмыть. И они в целом будут в отличном состоянии. Буквально недавно в видео было проблема, когда фотоаппарат упал с гор. Точнее, попал под лавину. И у него вот этот кронштейн сломан был. Такой кронштейн найти сложно. Даже в таком состоянии он стоит денег. Когда бывает ломается кронштейнная часть, вот эта, куда держится штатив, крепится штатив. И вот в этом месте она, в принципе, здоровая. Можно отмыти железяку тоже. Может пойти в годное в дело. Вот эта часть тоже часто требуется. Особенно тем, кто занимается пиратством всяким. Вот, с номером. С номером оригинальным. Вот такая пластиковая деталь. Если ее отмыть, тоже будет выглядеть очень хорошо. Шлейфы на матрице и стабилизаторе дохлые однозначно. И они пострадали очень. Состояние матрицы неизвестно, как и состояние стаба. Но такие детали, конечно, долго не живут, даже если их восстанавливаешь. Конечно, затвор. Но стал бы я ставить затвор кому-нибудь такой, нет, ни за что бы не стал бы ставить. Потому что я ставлю только новые. Такие затворы только отчаянные возьмут. И странные резинки. Резинки тоже могут быть использованы. Они не в таком плохом состоянии. Хотя нет. Сильно соленые. Подведем итоги. Камера полностью уничтожена. Живых деталей здесь по факту нет. Здесь есть детали, которые условно рабочие. И здесь есть огромное количество всяких элементов, фурнитуры, которые могут быть проданы. Все остальное это просто уже железо кислое. Если восстанавливать такой прибор, то по факту это будет новый прибор. Это не будет старый прибор. В любом случае тут под замену практически все. Ну, да, практически все. 80% от аппарата точно. Интересен аппарат только как донор некоторых частей, которые стоят неоправданно дорого. Такие как корпусные части, фурнитура. И в принципе все. Ну, да, и сама материнка как донор элементной базы, которую часто очень сложно найти при ремонте. А здесь они могут быть здоровыми. Но опять же, не все. То есть какие-то точно, а какие-то просто представляют собой груду гнилых деталей. На этом пока что все. Нужно будет с заказчиком все эти вопросы утрясти. Как будем дальше действовать с этим фотоаппаратом. Что будем предпринимать. Потому что работа проделанная. Нужно конкретно подвести итоги по проделанной работе. Ну, а с вами был Иван. Канал Digital Shaman. И всем пока.